К полудню из всех желающих записать свое чадо в первый класс 28 лицея пришел только один родитель. Раньше целая очередь выстраивалась, вспоминает директор. Шутка ли попасть учиться в заведении так называемого повышенного статуса. Принимали детей со всего города, оценивали их уровень развития, наклонности, готовность к дополнительным нагрузкам. Теперь по федеральному закону главный принцип территориальный. Живешь рядом, будь спокоен, место за партой тебе обеспечено. 1 апреля, безусловно, здесь была очередь, живая очередь. Ну а теперь вот все спокойно, никого нет. Сами родители к таким нововведениям относятся неоднозначно. Естественно, те, кому повезло с пропиской, бесконечно счастливы. Конечно, рады. Но если бы они не относились к этому участку, все равно как бы рвались бы сюда, в эту школу. Кто оказался за бортом по другую сторону баррикад? Я вообще рассчитывала и надеялась на то, что, по крайней мере, лицеям дадут право отбора детей. Иначе просто если не будет этого права, то лицей свой статус потеряет. Как поведет себя новая система приема детей, сказать сложно. В городском департаменте образования не исключает, что последствием нововведения может стать понижение уровня лицеев и гимназий. Но делать официальные прогнозы никто не берется. При поступлении в школу мы же не знаем полностью, какой это ребенок к нам поступает, правильно? Полностью мы его не знаем. Как он будет изучать учебные программы, как он их потянет. Поэтому здесь говорить о том, что как это сложится на образовательном уровне, на сегодняшний день мы не можем. На собраниях родители призывают реально оценивать силы ребенка и не пихать их в лицеи и гимназии только потому, что это престижно. Действительно программа сложная. Объем учебного материала, который предлагается детям, он большой. Детям придется заниматься много не в первом классе, может быть в следующих, во втором, в третьем, четвертом самостоятельно. Поэтому будем работать с родителями, убеждать их как-то. Учителя себя морально готовят к будущему объему работы. Ведь все программы уже составлены и в любом случае тянуть придется всех. Здесь будет, конечно, и работа учителя с учеником, это будет работа учителя с родителем, это будет наша методическая работа внутри нашей методической кафедры. То есть мы будем работать. В 180-м лицее, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос, откроют дополнительный класс. Всего первых классов будет четыре. Если после первой волны набора по месту жительства останутся свободные места, в школах начнут прием всех желающих в порядке живой очереди. Но это уже со 2 июня. Елена Горохова, Сергей Пермовский, Ренат Бигбаев. Объективно. ННТВ.